Ребята выполняют важнейшую задачу с точки зрения обеспечения безопасности самой России. Конечно, они заслуживают того, чтобы о них говорила и знала страна. Я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить, а не герои. Цитата. Верховного главнокомандующего вооруженными силами страны Владимира Путина нашла свое воплощение и в адрес нашего земляка. Уроженца села Апсуа, участника СВО Нур-Али-Махова. За свой героический подвиг он был удостоен ордена мужества, к сожалению, посмертно. А герой нашего времени в репортаже Фатима Даурова. Когда президент объявил частичную мобилизацию, Нур-Али-Махову пришла повестка. Не выказав страха и сомнений, поступив как настоящий мужчина, он отправился служить родине в зону СВО. Уходя, не забыл попрощаться с учителями своей школы, а бабушке пообещал, я скоро вернусь. И он вернулся, спустя восемь месяцев, в цинковом гробу. Тогда весть о гибели Нур-Али-Махова потряс маленький абазинский аул. Полгода прошло с похорон солдата, но боль потери не утихает до сих пор. Говорят, мужчины не плачут, особенно на Кавказе. Но сегодня в актовом зале сельского дома культуры горе не различало людей ни по возрасту, ни по половой принадлежности. Героизм Нур-Али-Махова, проявленный в бою, был отмечен высокой наградой – Орденом Мужества. В торжественной обстановке его вручили семье солдата. Сегодня вы представили государственные награды, примите наши искренние соболезнования. Ни государственные награды, ни наши соболезнования, к сожалению, не восполнят утрату, которую понесли его родные и близкие. Очень больно смотреть, когда даже мужчины не могут сдержать слов, слез и выходят из этого зала. Вечная память нашему земляпу, нашему герою, который исполнил свой воинский долг. Нур-Али с первых дней показал себя достойным бойцом, выполняя задачи спецоперации с мужеством, беззаветной храбростью и истинной доблестью. Этому учили адаты горцев и уроки отца – быть смелым и справедливым, чтить старших и защищать слабых, быть опорой близким. Короче, вот Нур-Али сегодня при работе из-за своей ауры авиационная бомба не разорвалась, вот она закопалась. Вот. Что скажешь, Нур-Али? Тяжело было. Позиции, позиции. Покажи, что позиции. Позиции вот, 15 метров, где человек сидит. Вот. Первый самолет, когда сбили, я еще как-то думал, второй сейчас пойдет. Когда во второй мы промахнулись, я думал, там крышка. Но повезло, что она не взорвалась. Спустя несколько дней после этого видео, при выполнении очередного задания в июне прошлого года, Нур-Али Махов героически погиб, заслоняя с собой своих боевых товарищей. Дом Нур-Али находится на окраине аула, в живописном месте на берегу речки Большой Зеленчук. Он вырос здесь, точно так же, как эти соседские мальчишки, игрался, бегал по набережной, тягался со сверстниками, мерился силой и ловкостью в умении лезть по канату. Мальчишеский задор потихоньку перерос в юношескую степенность. Характер будущего героя ковался среди гор. На ладони у отца героя Ахмеда Махова блестит орден мужества, коему достоился его сын за самоотверженность, мужество и отвагу. Сложно сказать, что сейчас творится в душе у родителя, потерявшего своего ребенка. Но в глазах отца, сквозь боль утраты, искрится и гордость за своего сына. Сегодня один из самых тяжелых дней в моей жизни. Я очень горжусь своим сыном, его мужеством. Родителям, чьи дети находятся сегодня на СВО, я хочу пожелать одного, чтобы все вернулись живые и здоровые. Вы уже можете ими гордиться, потому что они проявили свое мужество, они не спрятались. Они пошли защищать свою родину, они выполняют свой долг с честью. Мы все можем ими гордиться. В этом сюжете представлена подлинная история мужества и героизма Нурали Махова. Его дополнит творчество моего коллеги, журналиста и поэта Артура Мхце, который в лирической форме отобразил подвиг героя по просьбе матери. Он прислал мне фотографию, на которой она вместе с младшим сыном сидят и смотрят на парня, на того, кто будет держать в руках эту фотографию. И она сказала, что это все, что у нее осталось от ее сына Нурика. Решил, что надо отдать дань и уважение человеку, который пошел на такой шаг, и матери, которая гордится своим сыном. Ну, собственно, так и получились строчки, которые легли вот в основу этого стихотворения. Я хочу прочитать это стихотворение сейчас. Времевский выступ. Четыре утра. Клеят угли от ночного костра. Фото в руке, будто мать, на мгновение рядышком села поднять настроение. Важно сейчас удержать высоту. Там и поддержка прибудет к посту. Мысленно, что он навещает просторы, где все знакомо, поля, реки, горы. Брошены силы, чтоб выступ отсечь. Против бойцов вдвинул огненный смерч. Новый прилет и в бригаде потери. Но отстояли. Никто в них не верил. Снимок на вспоротой почве лежит. Миг оборвал связь. Лишь память хранит. Сердце одно вдруг забилось в тревоге. Женщину к сыну несли скорее ноги. В лучшую вера была до конца. Как ей не видеть родного лица? Горе. Но твердости духа печать. Мужеством воина. Гордая мать. Фатима Даурова, Виктория Карпенко. Вести Карачаева, Черкесия.